Добрый день! Мы из Украины и вы на моем канале. Я рад приветствовать всех и приглашаю вас подписаться, поставить лайк, распространить ссылку на это видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. А мы начинаем очередное видео с оперативной обстановкой на данное время. Сегодня 16 июля и киевское время 12 часов, полдень. Итак, начинаем военную обстановку вокруг Украины. Идем с севера. Волынские и Полевские направления без изменений. Белорусская сторона проводит ротацию своих войск вдоль государственной границы Украины. Ротация будет проходить с 15-го, то есть со вчерашнего числа началась, по 20 июля. На сегодняшний день не замечено формирования никаких ударных группировок. Идет смена воинских частей, которые несут дежурство по охране государственной границы Белоруссии. Ну, якобы от нас. Белоруссия также продлила учения по проверке внезапной боевой готовности войск. Оно у них продолжается с 5 апреля. И до сих пор они проводят вот эти учения. Также было отмечено, что снизилась интенсивность полета в авиации в Белоруссии. Продолжают поступать ракеты для комплексов С-300, С-400. Это система ПВО, но это российские комплексы, которые заходят на территорию Белоруссии. И есть информация, что самолет А-50 покинул территорию Белоруссии. Это вот летающий АВАКС российский, точнее советский. Это советского еще производства самолет. Видимо, выполнил все задачи по разведке и обработке целей. То есть координаты, список координат целей для ракетных ударов у Российской Федерации, очевидно, уже составлен. Далее идем в северское направление. Это Суммы Чернигов. Здесь продолжаются обстрелы наших позиций. Наших позиций, слава богу. И из минометов вблизи Зарецкого, Старикова в основном почему-то больше страдает Сумская область, чем Черниговская, где ведутся обстрелы. Харьковское направление. По всей линии фронта ситуация без изменений. Фронт стабилен. Но наносится... Россия нанесла... Российская авиация нанесла удар в районе Маспанова. Артиллерийские обстрелы. Харьков. Кстати, реактивные системы СМЕРЧ ударили по центру города. Это Питомник, Новопокровка, Протоновка, Русские Тышки и Коробочкино. Это населенные пункты, по которым российская авиация нанесла удары на Харьковском направлении. Славянское направление. Авиаудар был нанесен в Огородичное за прошедшие сутки. Артиллерийским обстрелом из всех видов артиллерии подверглась Дебровне, Чепель, Константиновка, Мазановка, Гусаровка. Донецкое оперативное направление. Обстрел. Закитное. Сиверск. Григорьевка. Татьяновка. Райгородок. На протяжении этих суток, прошедших, велись штурмовые действия в направлении Спорная Ивана-Дарьевка. Противник успеха не имел, был отброшен и, понеся потери, отошел на свои позиции. Бахмутское направление. Здесь самое активное направление. Противник ведет постоянные штурмовые действия. Наносит авиаудары по Берестово, Нью-Йорк. Артиллерийские удары, опять же, по Берестово, Солидар, Звановка, Семигорье. Вел штурмовые действия в направлении Доломитное, Новолуганское и Доломитное, Семигорье. То есть наступал в двух направлениях. В обоих направлениях, ударами нашей артиллерии и встречным огнем наших войск, понес потери, отошел на исходные позиции. После перегруппировки, то есть не имется, после перегруппировки на этих же направлениях возобновил наступление на Углегорскую ТЭС. На данный момент бой продолжается. К вечеру, думаю, будем знать результаты этих штурмовых действий со стороны российских войск. Авдеевское направление, активная работа авиации по позициям наших войск в районе Авдеевском. Ну а Кураховское, Новопавловское и Запорожское направления без особых изменений. Идут артиллерийские удары по Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Павловка, Золотая Нива, Новополь, Залезничная и Малиновка. В этих населенных пунктах российская артиллерия наносит огневые удары, точнее в районе этих населенных пунктов российская артиллерия наносит огневые удары по позициям наших войск. На Южнобукском направлении противник вел разведку с помощью беспилотных летальных аппаратов. Артиллерийские удары подверглись наши войска в районе Осокоровка, Трудолюбовка, Партизанская, Благодатная, Мураховка, Аленовка, Таврийская. И Носфронт стабилен, изменений в положении линии фронта не за прошедшие сутки на Южнобукском направлении не произошло. Так что, опять же, надо отметить тенденцию, что активизируются наступательные действия, противник накапливает технику личный состав, она прибывает, как бы мы там не хотели, но техника личный состав прибывает. Противник восполняет потери, восстанавливает боеспособность своих батальонно-тактических групп. И по оценкам Британского института исследования войны, скорее всего, противник готовится в ближайшее время возобновить наступление, особенно на славянском, краматорском и бахмутском направлениях. Это будет главное, главное направление ударов. Также, скорее всего, будут попытки возобновить наступление в районе Сиверска, для того, чтобы в конце концов выйти на административную границу Луганской области. Вот, и попытаться, я уже говорил вам, там есть небольшой выступ, попытаться окружить, сделать малое кольцо окружений для наших войск. Но на пока мы ожидаем, оперативная пауза, взятая российскими войсками, она продолжается. А мы находимся в ожидании возобновления наступления. Тоже проводим перегруппировку усиления наших войск, укрепляем позиции, наносим огневые удары противнику. Мы тоже не молчим, мы отвечаем всеми возможными средствами, для того, чтобы потом не было сюрпризов. И максимально пытаемся ослабить возможности, которые восстанавливают российские войска. В Черном море, так, еще Одесское направление, здесь, в принципе, ситуация более-менее стабильная. В Черном море находятся три носителя с ракетами «Калибр», суммарный залп которых может составить 24 ракеты. Противник пытается на Азовском море восстановить работу портов, на захваченных, это Бердянский Мариуполь. Кстати, российские суда, которые заходят в Азовское море, выключают радиомаяки, транспорты, транспорты и осуществляют навигацию или перемещение по Азовскому морю с выключенными радиомаяками. Зачем это делается? Скорее всего, для того, чтобы скрыть количество кораблей и порты их прибытия, куда и что они везут. По ракетным ударам. Вот вчера не успели мы выложить видео в сеть, и я сказал, что в Одессе ситуация более-менее стабильная, как вечером в Одессу и Одесскую область прилетели ракеты противника. Причем особенность удара была в том, что ракеты прилетали аж с Каспийского моря. По некоторым оценкам, были выпущены стратегическими бомбардировщиками Ту-95 с северной части акватории Каспийского моря. Не только по Одессе, но и по Украине. Это были либо ракеты Х-101, либо с дальностью пуска до 5500 км, либо были ракеты Х-555 с дальностью пуска до 2000 км. В любом случае, Одесса, Одесская область, Белгород-Днестровский район подверглись ударам, город Днепр подвергся ударам, Николаев подвергся ракетному удару, но здесь больше ракеты С-300 опять же прилетают. Харьков, там артиллерийский обстрел по Харьковской области, были ракетные удары. Кременчуг, Полтавская область подвергся ракетным ударам, была попытка ударить по Киеву, но сработало. В принципе, ПВО вчера сработало неплохо, потому что в среднем по оценкам, больше 50% по докладам наших воздушных командований, больше 50% ракет, которые были выпущены по территории Украины, были сбиты. Сбиты средствами наших ПВО и истребительной авиации, которая поднималась, в частности, над Белгородом, над Белой Церковью, точнее, извините. В Киевской области ракета была сбита нашим истребителем. Так что мы сопротивляемся, мы стараемся защититься, но тем не менее ракетные удары продолжаются. Наконец-то получили мы подтверждение. Позавчера на Запорожском направлении было сбито два самолета Су-25 противника и в районе Снегуровки. Ой, извините. На Запорожском направлении, в районе Орехово. Снегуровка это из списка уже ударов Хаймарс, которые были проведены за последние сутки. Но более конкретных точек ударов на сегодняшний день Генеральный штаб пока не опубликовал. Поопубликовано общее количество более 30 складов с боеприпасами уничтожено. Более 5 командных пунктов разного уровня, дивизия, армия, бригада уничтожено. Ну и вместе со складами боеприпасов по какой-то, ну наверное для нас хорошей случайности, Российская Федерация в основном совмещает склады горючих смазочных материалов. То есть топливо и боеприпасы они все складируют в одном месте. Поэтому и были нанесены соответствующие удары. В общем можно сказать, что за прошедшие сутки фронт стабилен, идет артиллерийская дуэль, идет обмен авиационными ударами. Обмен, не это самое, скажу так, что особенно на южно-букском направлении наша авиация, как бомбардировочная, так и штурмовая, очень активно работает по позициям противника. Ну и два слова, наверное, по внешнеполитической обстановке. Продолжается турне американского президента, ближневосточное турне. Он в Саудовской Аравии встречается с принцем, который фактически выполняет функцию руководителя сегодня Саудовской Аравии. Есть перспектива, что в разговоре будет решаться вопрос поставок вооружения в Украину. Появилась вчера также информация, что вроде как Кипр готов предоставить нам танки, боевые машины, пехоты. У них в основном советское вооружение, у киприотов. Поэтому вполне возможно, что мы получим еще и вооружение с Кипра. Это вот из таких новостей. Белый дом также дал разъяснение по поводу Ленд-Лиза. Белый дом. К сожалению, мы не дождались от нашего руководства ни от какого уровня официальных разъяснений по поводу Ленд-Лиза. Теперь разъяснил Белый дом. Белый дом ответил, что процедура Ленд-Лиза еще не вступала в действие. И она вступит действительно, они ее начнут с 1 октября, с нового финансового года, который в Соединенных Штатах наступает 1 октября. Почему они до сих пор не задействовали процедуру, хотя она предусматривает и 22 финансовый год, дает право президенту Соединенных Штатов. В Белом доме пояснили, что президент взял у Конгресса 40 миллиардов долларов на военно-техническую помощь Украине и обеспечение ведения боевых действий. Там все вместе. И они пока до 1 октября будут использовать эти деньги якобы для того, чтобы облегчить нам участь, чтобы мы не платили за оружие или не возвращали оружие, которое будет поставляться в рамках Ленд-Лиза. Вот такое обоснование официально дал Белый дом. Так что с 1 октября они планируют запустить процедуру Ленд-Лиза, но не очень спешат ее запускать, чтобы Украина не возвращала деньги, а получила оружие в качестве грантовой помощи. До 1 октября Украина будет получать вооружение в рамках финансирования, выделенного Конгрессом с полученных Штатов Америки. Эта сумма 40 миллиардов долларов. Как она распределяется? Что на оружие, что на военно-техническое обеспечение, что на оплату обучения наших военнослужащих. Это вы можете найти в сети. Эти 40 миллиардов давно уже расписаны до последней копейки. Что там, чего и сколько, точнее на какие нужды предназначены. Поэтому я не буду здесь повторяться. Ну и хотелось бы вопрос зерновых переговоров. Очень много разговоров по этому поводу. Хотелось бы, наверное, немножко подытожить из того, что мы имеем на сегодняшний день. На сегодняшний день мы имеем следующее. По заявлению генерального секретаря ООН, переговорные группы Украины и России очень сильно сблизились, договорились. И на следующей неделе готовы подписать итоговый документ по вывозу зерна. Из Украины в объеме, там цифра фигурирует порядка 27 миллионов тонн. Что это означает? К сожалению, ни одна из сторон не разглашает. Ни российская, ни наша, ни турецкая, которая тоже принимала участие в этих договоренностях. На каких условиях знает, есть только информация, что Россия категорично настаивает на контроле, на допуске их к погрузке, чтобы они могли контролировать погрузку на эти суда. И Россия выдвигает требования, жесткое требование прекращения огня, временное прекращение огня, хотя бы на херсонском направлении. Даже такая информация промелькнула. Ну а теперь у меня есть несколько вопросов, которые предлагаю вам, чтобы вы подумали и высказались по этому поводу. Первый вопрос, чье зерно? Почему? Потому что если это зерно госрезерва, то это один вопрос, это государственное зерно. И тогда государство получит деньги от его продажи. Если это зерно наших агротрейдеров, то тогда это... Почему государство так бьется за зерно наших олигархов? Вывозить. Тем более, что 27 миллионов тонн зерна, которые находятся в Украине, составляет менее 1% от общего рынка зерна мирового. То есть, менее 1% наше зерно. То есть, разговоры о том, что наше зерно спровоцирует какой-то там продовольственный кризис, это полный блеф и полная манипуляция цифрами. В мире, чтобы вы понимали, 7% мирового объема зерна перерабатывается в спирт и биотопливо. И если господин Гутеррюш, генеральный секретарь ООН, так сильно беспокоится о том, чтобы кто-то там не остался голодным, то пусть ООН побеспокоится, чтобы из 7%, 1% не переработали в биотопливо или в спирт, а отправили вместо того зерна, которое не может сегодня вывезти Украина. И почему, как только денежные вопросы продажа зерна и поставки ее куда-то, так господин Гутеррюш тут первый. То он с Путиным ручкается, то он готов лично приехать в Стамбул на подписание итогового документа по договоренностям о вывозе зерна в Украину. А у меня вопрос, а господин Гутеррюш не хочет приехать в Винницу и поучаствовать в похоронах тех двух детей, которые погибли в результате ракетного удара? А он не хочет приехать и посетить линию фронта, посмотреть какой урон, что вчера в Днепре творилось, сколько убитых, сколько раненых. Что в Харькове творится, что в Николаеве творится. Я что-то не вижу здесь эмиссаров ООН, которые бы строили города для переселенцев, лагеря точнее. Точно такие же, как они строят на Ближнем Востоке, в Африке, с модульными домиками, с палаточными городками. Где эмиссары ООН, которые раздают гуманитарную помощь? Где волонтеры ООН, которые помогают нашим гражданам дойти до укрытия во время воздушных тревог? А вот как вывозить зерно там, где деньги, там ООН на передовых позициях? И вообще у меня еще один вопрос. А как после Винницы, как после Кременчуга, ракетных ударов, после Сиротина Одесской области, как наша переговорная группа садится за один стол переговором с российской стороной? Вас там совесть не мучает? Или о чем вы там? За руку здороваетесь с россиянами, обнимаетесь? Обнимает, целую, жму руку, давайте договоримся, как вывозить зерно. Вот подумайте над этими вопросами и надо определиться, где мы. Мы либо воюем с Российской Федерацией, либо мы вывозим зерно. Тем более, что наше зерно в мировой экономике, в продовольственной мировой экономике, менее 1%. Менее 1%. Вот такие вот цифры, такие вопросы у меня возникли. Я решил с вами поделиться, чтобы вы тоже понимали, о чем на сегодняшний день идет речь. И президент обращается о том, что у нас жертвы, что у нас ракетные удары, а наша переговорная группа решает вопросы вывоза зерна. Вместо того, чтобы решать вопросы поставок боеприпасов, гуманитарной помощи в Украину, ну и других вопросов, связанных с фундаментом нашей победы в этой войне. Вот вроде бы и все из военно-политической обстановки. Остальные события освещать не будем. И переходим к ответу на ваши вопросы. И первый вопрос на сегодняшнее видео будет звучать следующим образом. Возможно ли глушить самолет А-50 или сделать невозможным его разведку? И его сравнение с натовскими аналогами. Ну, с натовскими аналогами сравнивать, в принципе, нет смысла. Почему? Потому что они действительно аналоги. И примерно возможности одинаковые. Что-то лучше, что-то хуже. Конечно, она уступает, потому что натовскому аналогу АВАКС сильно уступает самолет А-50. Почему? Потому что он произведен в Советском Союзе. Он сделан еще по тем лекалам. Возможно, там поменяли кинескопы и мониторов на экраны ТФТ, как в компьютерах. Но в остальном схема и принцип работы радиолокационной станции остались теми же самыми. АВАКС более современная система и имеет больше и дальше технических возможностей по обнаружению целей. Но, тем не менее, самолет выполняет свою функцию. Заглушить его можно. Но для этого надо, чтобы самолет постановщик радиоэлектронных помех, самолет РЭП, находился недалеко в воздушном пространстве от самолета-разведчика. Это раз. И второй, он должен находиться с той стороны, в какую сторону ведется разведка с А-50. То есть, для того, чтобы заглушить сигнал. Либо же самолет с радиоэлектронным оборудованием, с оборудованием постановки помех, находился над целями и закрывал район. То есть, ставил помехи над районом. Невозможно закрыть весь эфир. Весь эфир, вы же понимаете, это безграничное пространство вокруг нас. Это и есть эфир. А вот закрыть какой-то район, поставить помехи, чтобы радиолокационная разведка не могла заметить те цели, которые она выискивает, да, это вполне реально. Но, к сожалению, я так понимаю, что у нас с самолетами радиоэлектронной борьбы очень и очень туго. Если они есть, то они еще старого советского образца. Смогут ли они на сегодняшний день закрыть районы? Думаю, что нет. Опять же, думаю, что вряд ли они сегодня технически исправны и готовы к выполнению боевых задач, потому что мы, слава богу, с большим трудом, но поставили на крыло перед войной. И сейчас ставим на крыло в основном боевую авиацию. То есть, это приоритетно. Поэтому, скажу так, технически, да, возможно, но реально, в сегодняшних реалиях у нас нет сил и средств для того, чтобы глушить этот самолет А-50 в тот момент, когда он находится в воздухе и ведет разведку целей на нашей территории. Какова вероятность ракетного обстрела атомных электростанций Украины? Периодически появляется информация, что готовятся подобные атаки. Я думаю, что вероятность очень низкая. Почему? Потому что, ну, мы уже говорили, это как применение, во-первых, это как применение атомного оружия. Делать помойку из той территории, которую ты хочешь захватить, я имею в виду со стороны Путина, если рассматривать, то нет никакого смысла. Плюс, вы не забывайте, что Россия и Украина это сопредельные государства. Между Киевом и Москвой 850 километров напрямую. Куда пойдет радиоактивное облако? Вспомните Чернобыль. Оно пошло на Беларусь и оно пошло на Европу, повернуло на Европу. А если оно завтра пойдет на Москву и в Москве выпадет радиоактивный дождь, что тогда? С радиацией бороться практически невозможно. Да, есть какие-то там методы смыва, обработки, но они слабо эффективны. Если человек получил радиационное облучение, то вы уже из него радионуклиды не выведите. В том количестве, чтобы сохранить его здоровье. Это уже болезнь на всю жизнь, оставшуюся причем в жизни. Поэтому вряд ли, вероятность очень низкая. Плюс, вы же не забывайте, у нас две атомных станции стоят на границе Белоруссии и Украины. И если по ним наносить удар, это равнозначно, что удар будет нанесен и по Белоруссии. Ну и плюс польская граница рядом тоже, как бы фактор. Поэтому я думаю, что это очень, во-первых, очень маленькая вероятность. Во-вторых, для этого нужны очень мощные средства нанесения ударов. Ну, типа вот таких бомб в три тонны, как бы спрасывали, допустим, на завод Азовсталь. И то они себя показали не очень эффективно, потому что даже конструкции завода, особенно его подземных сооружений, все выдержали. Никаких разрушений в подвалах не было. А атомная станция построена примерно из такого же бетона. И имеет довольно высокий запас прочности, что бы там ни говорили. Ну, следующий вопрос звучит так. Почему не уничтожаются хаймарсами железные дороги в Харьковской области? Не хватает машин? Про удар по мосту знаем, но и целей там гораздо больше. Также заметили, что количество целей поражения от хаймарсов в последние дни гораздо меньше. Связано ли это с нехваткой снарядов? Ведь, как говорят аналитики, уже 12 машин в Украине. И можно ли с помощью хаймарсов бить по линии фронта, где сосредоточены и артиллерия, и танки, и пехота? И вопрос о пилотах Америки. Ну, это второй вопрос, давайте отвечу на хаймарсы. Скорее всего, это связано с поставками боеприпасов. Почему? Потому что, видите, первые машины, когда появились, пришла первая партия боеприпасов. Мы вели активную огневую деятельность и уничтожали склады. Почему не уничтожаются железнодорожные колии и мосты? Вот один мост только был уничтожен в районе Купянска. Но очень трудно ответить на этот вопрос. Я думаю, я надеюсь, что в планах Генерального штаба именно этот вопрос стоит. И первичной задачей было уничтожение складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, для того, чтобы снизить, в первую очередь, снизить активность частей и подразделений российской армии на линии фронта. Понимаете? Потому что тот шквал огня, который выкладывала российская артиллерия по нашим позициям, он был практически, ну, не сдерживаемым. И по объемам, по своим огневым возможностям российская артиллерия превосходила нас в разы. Сейчас, я так понимаю, что первую волну мы сбили, огневые возможности артиллерии российской уменьшили немного. Вот. И теперь, возможно, что второй этап, после перегруппировки, после поступления очередной партии боеприпасов, хаймарсы займутся уже путями логистики, коммуникациями, мостами на дорогах, мостами на железной дороге, уничтожением железнодорожных узлов, уничтожением скоплений войск. Скопление войск, да, тоже является целью хаймарсов. Кстати, у хаймарса есть прекрасный боеприпас, кассетный, я уже рассказывал, вот, с наполненной шариками, которые наносят очень эффективное поражение для, даже для бронированной техники. Я уже не говорю о технике небронированной, имеется в виду, там, автомобильной. Так что будем надеяться, что в ближайшее время генеральный штаб предпримет такие шаги, как уничтожение путей коммуникации и сосредоточение войск в непосредственной близости от переднего края. Итак, вопрос о пилотах Америки, добровольцах, которые уже летают на F-16, которые умеют летать на F-16. Возможно ли это? Тогда это очень ускорит передачу нам самолетам, об этом уже говорили. Ну, смотрите, мнение такое мое, что, в принципе, в плане добровольцев, да, я согласен, что если они подписывают контракт, вот как у нас интернациональный легион, они подписывают контракт с вооруженными силами Украины, и на основании нашего законодательства могут проходить службу в рядах вооруженных сил. Вариант вполне возможный. Трудности две, ну, я, во всяком случае, вижу. Первое, кто даст самолеты F-16, на пока таких желающих я не вижу. Мы просим постоянно, уже пятый месяц, заканчивается пятый месяц войны, мы просим эти самолеты, на пока. Очереди из желающих нам предоставить самолеты F-15, F-16 или какие-нибудь аналогичные, к сожалению, нет. Некоторые даже страны забыли о том, что они нам когда-то предлагали, ну, тогда мы отказались. Я имею в виду F-18 Канада, который предлагала нам еще начиная с 2014 года, неоднократно, несколько раз. Вот, это один момент. И второй момент, как выясняется по техническому состоянию, F-16 требует более мягкой, что ли, более гладкой взлетно-посадочной полосы. Очень, в этом отношении машина очень нежная в плане посадки. Если наши самолеты, те, которые мы, старые, советские, они были сделаны с довольно большим запасом прочности. И, если помните, даже на учениях, еще перед войной, когда мы проводили учения, наши самолеты отрабатывали варианты посадки на шоссейную дорогу. Чуть не сказал автомагистраль. У нас, к сожалению, нет пока еще автомагистрали. Но, тем не менее, есть шоссейные дороги с твердым покрытием, хорошего качества. И такие вопросы отрабатывались. Жлет-посадка на шоссейную дорогу. Ранее мы в некоторых дорогах строились даже именно из этого расчета. И, видеть, F-16 требует хорошей гладкой полосы с определенных размеров, с определенным техническим обеспечением. Так что, на пока... Ну и не забывайте, самолет и летчик это как бы две составляющие одного целого. Один самолет и один летчик. Но для того, чтобы этот самолет летал, для него надо там команду, человек 20, наверное, с кучей машин и принадлежности для того, чтобы его обслуживать, заправлять, ремонтировать, заряжать и поставлять на него. Это целая логистическая цепочка технических сотрудников, которые сопровождают одного летчика и один самолет. Вот я думаю, что это третий момент, который, наверное, самый сложный в организации боевой работы самолета F-16, даже если они нам будут переданы. Я думаю, они будут переданы. Разговор о передаче идет, о подготовке наших летчиков. Разговор идет, я так понимаю, технический состав будет учиться вместе с ними. Единственное, что это перспектива не сегодняшнего дня, а, ну, допустим, где-то ближайших полугода, может быть. Почему? Потому что в бюджет 23-го года включены деньги на подготовку наших летчиков. Были несколько сюжетов о том, что вроде бы какие-то летчики находятся у нас в США и осваивают, но их принадлежность, этих пилотов, ну, как бы это вооруженные силы или какие-то добровольцы, в сюжете не указывалось. Поэтому, вот, я думаю, что это перспектива, ну, как минимум, наверное, полугода, а может быть и большего. И да, мы вполне возможно получим вот эти американские самолеты. Вы рассказывали, что российские войска не могут сбивать снаряды Хаймарсов, потому что это именно снаряды. И время на реагирование слишком маленькое. Объясните, как будут обстоять дела со снарядами, которые летят на 300 километров. Я так понимаю, что это уже ракеты, а не снаряды. Да, вы абсолютно правильно понимаете. Видите, мы все становимся потихоньку с вами специалистами военного дела. Действительно, боеприпас в пакете для заряжания Хаймарс или МЛРС, это оперативно-тактическая ракета типа Атакмус. Ну, кто более любопытный, наберите в гугле, в википедии вам расскажут, что такое ракета Атакмус. Это оперативно-тактическая ракета, ну, типа Искандера. Вот точно такая же баллистическая ракета, которая пускается с этих пусковых. Естественно, она может быть сбита противоракетными системами. Из российских аналогов это в основном С-400, но так они позиционируют. Пока что мы не видели, еще раз напоминаю, что нет примеров боевого применения С-400, но Россия позиционирует его как противоракетный комплекс. И посмотрим в боевых условиях, насколько будет эффективным С-400 в борьбе с оперативно-тактическими ракетами, запущенными с пусковых установок Хаймарс или МЛРС, или немецких Марсов. Кстати, если они придут, еще немецкие Марсы. Почему наши на фронте не делают долговременных огневых точек для САУ, танков и прочей техники? Окоп, сверху накрытый строительными плитами, перекрытие с пологим выездом. Сверху плиты засыпаны слоем земли и замаскированы, так что сверху не видно. САУ-танк выехала, дала несколько залпов и спряталась. Потом снова вычислили, переехали на запасную позицию. В 2014-2015 годах я такое видел несколько раз, когда я тогда жил на Донбассе, использовали в СУ этот прием. В эту войну тоже уже несколько раз был на фронте, на передке, но такого не встречал. Ну, просто, наверное, вы не встречали. Почему? Потому что там, где наши позиции оборудованы были заблаговременно, там, естественно, такие способы обустройства огневых позиций ведутся. Это раз. И второе, не везде можно оборудовать. Почему? Потому что вы же видите, какое количество боеприпасов выкладывает Российская Федерация по нашим позициям. Ну, вот, особенно до поступления на РСЗО дальнобойной большого калибра, вот, то расход боеприпасов там составлял сотни снарядов на одну цель. И, к сожалению, снаряд 152 мм проламывает любую плиту перекрытия, какую бы вы там ни насыпали. Хоть 2, хоть 3 метра земли над этой плитой насыпьте, но если он попадает, то все, он проламывает. А при такой плотности огня, вывести из строя и еще и там закопать эту САУ или танк, ну, оно, видимо, не совсем эффективно. Поэтому позиции используются без инженерного оборудования, временные. Приехали, развернули, точнее, с марша стали, развернулись, отстреляли цель, свернулись и уехали. Вот такой сегодня, сегодня война маневров. Поэтому, вот такой, скорее всего, тактику выбирает генеральный штаб для нашей артиллерии. Поэтому, скорее всего, не оборудуются такие полустационарные позиции или позиции, оборудованные в инженерном отношении. Все меняется и тактика ведения войны тоже. В одном из своих видео вы говорили, что подбитые танки до ремонтного завода доезжают в виде остова. Так как по пути их, по пути все съемные детали с них крадутся. Так что, все-таки, выгоднее и легче восстанавливать танки с длительного хранения или серьезно подбитую технику. Выгодно и то, и другое. Да, действительно, такое было в пабликах. И, кстати, это даже постили сами россияне. Вот там мне в комментариях писали, что... А как же железнодорожный караул, который охраняет воинские эшелоны? Да, караул может охранять воинские эшелоны. Но я вам даже могу рассказать, как это происходит. Два часовых ходят вдоль состава. И пока часовой отвернулся, кто-то запрыгивает на платформу. Залазит под платформу, а потом на сцепке залазит на платформу. Когда эшелон трогается, человек спокойно, потому что во время движения эшелона, караульные находятся в караульном вагоне, в теплушке. Вот. И не охраняют платформу. Пока эшелон едет, они работают. Даже когда этот самый... Когда останавливают... И они могут сбрасывать либо на этих самых... На полустанках, где состав снижает скорость. То, что они открутили. Либо на следующей станции они точно так же аккуратно сбрасываются под вагоны. И то, что они пооткручивали. Так, чтобы оно было не выше рельса. И тогда, да, тогда поезд уезжает и ничего не цепляет. А если локомотив впереди и в середине состава нету дополнительных локомотивов, толкачей так называемых, то вы можете смело ложить узлы-агрегаты по высоте редукторова вагона. То есть оси вагона. Ничего не зацепит. Спокойно все проедет. Состав уедет вместе с коровулом. Поэтому, да, откручивают. Вот так умельцы разбирают... Хитрые умельцы разбирают на запчасти то, что могут разобрать. Или то, что им необходимо по каким-то интересам. Что касается восстановления техники, находящейся на хранении. Нет, тут намного все сложнее. Почему? Потому что для того, чтобы восстановить технику, находящуюся на хранении, надо поменять все резино-технические изделия. Почему? Потому что резина выходит из строя. Она трескается, она высыхает, она трескается. И все сальники, уплотнители, прокладки, они перестают держать или работать в качестве изолирующих материалов. Как они должны работать. А чтобы поменять некоторые прокладки и сальники, надо разобрать практически полмашины. Или полтанка. Причем танки в этом отношении самые, я бы сказал, стойкие к хранению. Самые стойкие. Если танк правильно законсервирован методом кокона, вот как я рассказывал в предыдущих видео, то у него есть шансы, что на двигателе все, патрубки эти могут сохраниться. Могут. Где-то что-то там чуть-чуть поменять, что-то где-то подтекает, можно перекомпоновать. Но другие виды техники, вот тоже там задавали вопрос, а как же другие виды техники? Они намного... там ситуация намного хуже. Почему? Потому что, особенно, эта ситуация плохо обстоит с артиллерийскими системами. Почему? Потому что там уплотнители, сальники, они потихонечку, если они выходят из строя, они начинают подтекать. Ну, допустим, в накатнике давление должно держаться 50, 60, 70 атмосфер, в зависимости от системы. Чем мощнее система, чем тяжелее ствол, чем он длиннее, тем большее давление в накатнике. Это тот пневматический поршень, который возвращает ствол в исходное положение после выстрела. Если с тормозом отката еще как-то можно разобраться, там надо поменять, допустим, тормозную жидкость. И она работает по принципу... тормозоотката работает по принципу этого самого... амортизатора. Так, точно так же, как автомобильный, ну, примерно, как автомобильный амортизатор. И там замена сальников и замена жидкости, все. То в накатнике должно держаться давление, которое будет возвращать снаряд в обратное... в исходное положение. В уравновешивающем механизме давление может достигать до 100 атмосфер. Например, на 100-мм противотанковой пушке МТ-12 давление в уравновешивающем механизме 92 атмосферы, плюс-минус. Понимаете? А представляете, это 40 лет стоит орудие, никто к нему не подходит. Какой сальник выдержит, какой гидрозапор выдержит такое удержание такого давления? Никакой. Естественно, это надо все накачивать по новой, а когда начинаешь накачивать, выясняется, что давление не держится. И тогда надо что? Разбирать. А снять уравновешивающий механизм довольно проблематично. А потом еще его поставить на место. Так что автомобильная техника еще меньше защищена, потому что двигатель не консервируется методом кокона. Двигатель консервируется на горячую методом впрыска консервационной смазки в каждый цилиндр. Да, консервационная смазка впрыскивается сверху цилиндра, через отверстие свечи или через отверстие форсунки, в зависимости от типа двигателя. Но под цилиндрами остается смазка стандартная, которая залита в двигатель. И соответственно она стекает, пленочка эта масляная уходит из-за перепада температур, выпадения росы. Начинается коррозия. Самый страшный враг металла. Коррозия. Плюс, ну опять же, резино-технические изделия. Так что со всей другой техникой все обстоит намного хуже, чем с танками, с бронетранспортерами и МТЛБ. И БМП, то есть те машины, которые консервируются и двигатель находится внутри кокона, там еще более-менее какие-то шансы завести есть, восстановить эту единицу. А все, что хранится, ну вы знаете, что колесная техника, она вывешивается на колодках, разгружаются рессоры, ставятся чопики деревянные, чтобы разгрузить рессоры. И резина на колесах красится известью. Обыкновенной гашеной известью белого цвета красятся колеса. Для чего? Для того, чтобы на солнце резина не выгорала, не высыхала и не трескалась. Ну, как вы думаете, кто-то каждый год там красил или два раза в год красил эти колеса, а дождь идет, а солнце светит, а ветер дует, и эта известь, конечно же, с колес смывается. И вы думаете, каждый полгода кто-то приходил и красил, когда стоит тысяча единиц техники на хранении, а там один прапорщик, начальник этой площадки, ему там в лучшем случае раз в полгода дадут двух солдат, чтобы он пошел, обошел эту территорию. И то, если он пойдет еще обходить ту территорию. Так что нюансов очень много. А разграбить можно все, что угодно. Народ у нас очень смекалистый. И дайте только возможности, а способ всегда найдут. Каким образом во время войны российские воинские части Приднестровья получают провиант, материальную часть и другую физическую поддержку? И как происходит ротация призывников? И если это российское ВЧ до сих пор угрожает Украине, то значит у них есть какие-то коридоры сухопутные, воздушные или морские. Поясните, пожалуйста, за что они там живут или выживают и есть ли у них какие-то материковые или другие связь с Россией. Связь с Россией, конечно же, есть. До начала войны мы предоставляли коридоры. Просто они оформляют грузы, как продовольствие. Никто не запрещал, оно не попадает ни под какие санкции. И дело в том, что Приднестровье... Вот почему у нас, кстати, очень часто говорили, что приднестровский сценарий на Донбассе невозможен. Почему? Потому что в Приднестровье сосредоточена вся промышленность. Это промышленный район Молдовы. И Молдова не может с ними изолироваться и разорвать отношения. Молдова вынуждена торговать. Торговать с Приднестровьем. И, соответственно, российские войска заказывают все необходимое через Молдову. Через молдовские фирмы, которые там регистрируются. Это подставные, как правило, фирмы. И через них идет. А мы пропускаем это, потому что это, допустим, фирма зарегистрирована в Молдове. И она, допустим, покупает в России запчасти для автомобилей. ЗИЛ-130, Урал-4320, КАМАЗ. Это же могут быть автомобили двойного назначения. Понимаете? Поэтому мы не можем вас препятствовать. А в декларации они будут заявлять, что это для ремонта грузовых автомобилей. На самом деле это идет, допустим, на ремонт военной техники. Что-то там специфическое, допустим, какие-то детали для систем вооружения. Вот здесь уже сложнее. Здесь это может идти через третьей-четвертой страны. То есть Россия поставляет в какой-нибудь Катар. Катар это переоформляет, поставляет там еще в какую-то страну. Потом это приходит в Молдову, а потом это попадает в Приднестровье. Но там может уже стоять не запчасти к пулеметам или, допустим, к орудиям или к чему-то еще. Там уже может стоять все что угодно в документах. Хоть виноградный сок могут написать. Или тара под виноградный сок, потому что в Молдавии хорошие виноградники. Вот это называется схемы по обходу. Личный состав они ротируют через туризм. Одно время мы через нашу территорию, они через Одессу прибывали. Морским путем в Одессу, потом из Одессы в Приднестровье транзитом не оформляясь, допустим, на посещение Украины. По поддельным документам, естественно, по поддельным документам. И таким образом они... Потому что Молдова одно время перекрыла полностью ротацию. Раньше они через Молдову, через Кишинев влетели на Москву. И таким образом там происходила ротация. Сейчас это может ротация точно так же происходить. Они там стараются, кстати, из местных набирать, чтобы как можно меньше ротировать. Но тем не менее, рук состав, он весь идет 100% российский. И ротация может опять же проходить через третьи страны. Допустим, из России они летят в какую-то страну Европы. А потом из этой страны Европы они попадают в Молдову. А в Молдове они уже достают нормальные документы после пересечения границы. И едут в свое Приднестровье к месту службы. Или уже на месте службы достают документы и оформляются в этой воинской части. То есть, вот таким образом российское командование обходит... Это все знают, но таких очень жестких мер никто не принимает. Потому что есть куча, как всегда, куча подводных камней. Ну вот, в частности, то, что Россия грозится перекрыть поставки из Приднестровья промышленных товаров для Молдовы. Но Молдова не готова сегодня рискнуть своим благосостоянием, чтобы перекрыть поставки исходного сырья в Приднестровье. Потому что в Приднестровье полезных ископаемых никаких нет. Все завозят Молдовы, они там все это изготавливают из завезенного сырья и отдают обратно. То есть, вот такой круговорот людей и техники в природе. И таким образом... Кстати, многократно поднимался вопрос о том, что транзит через Украину. Грузовые товары, которые могут иметь двойное назначение. Но наши власти, что предыдущие, что нынешние, почему-то не реагировали на эти запросы. И никто вообще никакой официальной информации не давал, сколько вагонов идет, как они идут. А может фуры идут. Мы часто видим у нас, ну до войны, во всяком случае, до вот этого вторжения мы видели фуры с молдовскими номерами на территории Украины. Откуда они, куда. Но они почему-то идут с востока на запад. Ну, в частности, через Киев они ходят постоянно. На Харьков и с Харькова направления. Идут фуры с молдавскими номерами. Что они везут? Кто его знает? Что оформлено в декларации? Мы, к сожалению, не знаем. Вот таким образом снабжается группа войск в Приднестровье. В первые дни, февраль-март, выкладывались сюжеты, где рассказывались о различных знаках, нанесенных на стенах домов и крышах, а также о датчиках наведения. Одна дама, глава громады, показывала полную жменью таких датчиков. Эта тема ушла из обозрения. Но в свете последних попаданий возникает вопрос, не приложили ли к этому руку наводчики. Уже очень много совпадений по некоторым попаданиям. Что бы вы об этом скажете? Ну, конечно, без корректировки огня никто бы так точно не попал. Тут же не столько попал, не сколько корректировка огня, а сколько надо уточнить координаты места нахождения объекта. Надо посмотреть, есть ли какие-то естественные преграды вокруг объекта, которые могут послужить препятствием для попадания ракеты непосредственно в объект. Ну, допустим, вокруг объекта какие-то высотные здания. Надо завести ракету с той стороны, где их нет. Чтобы ракета не попадала в близи стоящие высотные какие-то строения, здания или что-то такое подобное. Поэтому, да, корректировщики работают. И, кстати, постоянно служба безопасности Украины сообщает, что там задержали корректировщика, там задержали корректировщика. Я в одном из предыдущих видео рассказывал примерную экипировку, что может быть у корректировщика огня. Это обязательно дальномер, но обычно лазерный, вот тот, который продается в любом строительном магазине. Лазерная рулетка еще и называют строители. Почему? Потому что, если надо уточнить координаты, то от точного места привязки, которые на карте наносятся с высокой точностью, есть такая категория объектов, которые являются опорными. Их наносят, как, ну, контурные точки на карту. А потом уже наносят все изображение карты на бумагу, там, или на оцифрованную карту. На цифровую, точнее, карту, извините. Вот. И, ну, чтобы уточнить точность нанесения объекта, вот таким способом от контурной точки определяет расстояние, там, допустим, с нескольких направлений и методом триангуляции, то есть решением простого, три линии чертят и решением простого треугольника определяет центр координат. Слечается карта, если бьет, если совпадает, значит передают, что да, координаты точные, можно наносить удар. Эти координаты вбиваются в ракету и она прилетает. Но корректировщики работают. Поверьте, к величайшему сожалению, количество коллаборантов все равно пока еще остается довольно высоким. Есть корыстные люди, которые чисто за деньги. Помните, был случай, когда СБУ задержала там пацана, который фотографировал за 500 гривен, фотографировали, ему пообещали вознаграждение, фотографировал результаты попадания по Харькову. И передавал потом, ну, отсылал фотки на определенный номер телефона. Ему обещали деньги. Вот. Так что тут взрослых ловят. Кстати, в Кременчуге, по-моему, был задержан. В Одессе было несколько задержано. Так что, к сожалению, пока таких людей еще хватает. И надо вот за ними смотреть. Это обычно таблицы для перевода координат из прямоугольных в это самое, в этот, азимут расстояния в прямоугольные координаты и обратно. То есть, решение геодезических задач. Обычно таблицы есть такие советские. Это компас, это лазерная рулетка. И если человек ходит там примерно, фотографирует, измеряет лазерное рулеткое расстояние, компас достает, смотрит, азимут, да, вполне возможно, этот человек готовит, корректирует или уточняет координаты будущей цели. Будьте бдительны и обращайте на это внимание. Почему нет гражданских постов наблюдения за ракетами с моря? Ракеты, чтобы смотрели и слушали небо и докладывали, куда следует. Студентов валом. Оружие брать и убивать не надо. Бинокль, компас, связь и микрофоны с наушниками. Как во время Великой Отечественной войны слушали небо. А сегодня ракеты тоже слышно. У меня над головой три ракеты пролетело, не считая первых прилетов. Ракеты идут через всю Украину. Я в Днепре. И калибры летели с севера и с юга. Даже звонил в 102, а через 5 минут гахнуло. А их спарк можно было бы сбить. Но их встретить надо и навести на них оператора. Дело в том, что на сегодняшний день, да, мы можем это организовать, но человеческий фактор. Вы же понимаете, что человек должен всю смену отстоять и не отвлекаться, и смотреть, или слушать небо. Это очень сложно сегодня организовать, тем более с молодежью, вот такую круглосуточную посменную работу, целой сеткой разбросанных постов слуховых. Это первое. Второе. Все небо покрывает радиолокационные станции. Да, они где-то видят, где-то не видят. Но в основном, в основном они видят. Единственное, что иногда заметность ракеты становится... Первое. Ракета не хватает времени. Когда ракету замечает, уже нет времени поднимать истребительную авиацию. Или противоракета не успевает ее перехватить до конечной цели. Это раз. Второе. Крылатая ракета, я вам рассказывал, это самая сложная цель. Она может менять свою траекторию в любой момент. Она летит, огибая рельеф местности. То есть, если есть препятствие, она поднимается. Если есть низина, она опускается. Так что, очень сложно, архи-сложно эту ракету сбить. И вопрос не в ее вычислении. Видите, все видят эти ракеты, все звонят на 102. Все сообщают везде. Везде. Поверьте, военные тоже их видят и тоже сообщают. Но мы не можем предугадать траекторию полета этой ракеты. Вот в чем проблема. И мы можем... Почему сразу 3-5 областей, сразу воздушная тревога. И мы смотрим на карту и думаем, блин, в одной области бахнуло. А 5 областей воздушная тревога, люди сидят по подвалам. Да потому что мы не знаем, где и куда повернет ракета. Вот удар по Виннице, на сегодняшний день есть информация, что ракеты шли на Житомир, потом повернули на Винницу. Другие говорят, что от Тернополя повернули на Винницу ракеты. То есть, понимаете, как запрограммирована ракета, мы не знаем. Если это баллистическая, проблем нет, черти прямую линию и встречай. Пока она поднимается вверх, потом падает вниз, пожалуйста, пускай противоракету, у тебя есть шанс ее сбить. Истребитель нет, а противоракета да. А крылатую ракету, если ее заметили, надо поднять в небо истребитель, летчик должен запустить машину, взлететь, выйти в тот район, где видели крылатую ракету, найти ее, зафиксировать и сбить. Представляете, сколько времени? Так что слушай, не слушай. Пускать противоракету по ней не имеет смысла. Она через 5 минут повернет и все, и противоракета ушла в небытие, потому что она не может так доворачивать, как крылатая ракета. Так что это очень сложная система. Вот, кстати, противоракетные комплексы современные, вот если нам дадут, типа Ирис, типа Носамс, там ракета умная. Она точно так же может маневрировать в воздухе, как маневрирует крылатая ракета. И поэтому она, если ее пустили, если засекли крылатую ракету и пустили, допустим, ракету Носамс или ракету комплекса Ирис, то на свои 40 километров, насколько действует этот комплекс, вот эта ракета, как уж извиваясь в воздухе, она догонит крылатую ракету и ее уничтожит. Но она будет маневрировать вместе с крылатой ракетой. Она будет каждый раз менять траекторию, высчитывать точку встречи, и она все равно ее собьет. В этом отличие противовоздушной обороны от противоракетной. И почему противоракетная оборона такая дорогая? Потому что там умные ракеты, которые постоянно меняют свою траекторию. Точно так же, как вот снаряды Хаймарсов, мы говорим, они умные снаряды, потому что они летят по GPS-навигации, они постоянно корректируют свою траекторию. Точно так же и противоракетного комплекса отслеживает и догоняет ракету, которую она должна сбить. Следующий вопрос. Как артиллеристы определяют, что орудие исчерпало свой ресурс и требуется техобслуживание? Пора менять ствол орудия и так далее. Понятно, что есть ориентировочный показатель, на сколько тысяч выстрелов. Но это только приблизительно. Вот как боевой расчет или кто-то другой говорит, все, этой габрице уже не стоит стрелять, нужно менять ствол. Смотрите, есть очень много критериев, по которым определяется износ канала ствола. Первое, начиная от калибровки ствола, есть специальные шайбы, которые прогоняют через ствол и определяют, насколько изношен ствол. Это раз. Второе, измерение длины зарядной камеры, тоже есть такой механический прибор, которым определяет, если длина зарядной камеры увеличилась до определенных размеров, а она вытягивается все время. Во время вы, под действием давления пороховых газов во время стрельбы, камера потихонечку вытягивается. Если она достигла какого-то определенного размера, значит ствол надо. Ну и самый точный и главный метод, это артиллерийская баллистическая станция, которая определяет потерю начальной скорости снаряда. Специальная станция, которая ставится рядом с орудием и направляется в сторону ствола, и во время выстрела она засекает снаряд. И мы знаем, допустим, открываем таблицу стрельбы, там написано, что на заряде и там уменьшено переменным, скорость снаряда для гаубицы 2С3, акация, должна быть 910 метров в секунду. А нам артиллерийская баллистическая станция показывает, что снаряд вылетает со ствола со скоростью 870 метров в секунду. И мы сразу смотрим в табличку и определяем, что все, этот ствол изношен до предела. Дальше точность стрельбы с этой гаубицей не имеет смысла. Слишком большой разлет и есть вероятность выхода из строя клина снаряда в канале ствола. Вот это такие основные методы. Плюс расчет должен постоянно осматривать ствол на предмет наличия трещин и коррозийных проявлений. Ну, коррозия во время стрельбы может проявляться, кстати, очень сильно. Если ствол не пробить, так артиллеристы называют, не пробить ствол банником, щеткой банника со смазкой после боевой стрельбы, то через несколько часов он покрывается ржавчиной. Почему? Потому что там есть присадки в пороховом заряде, типа разменителя, они дают очень большую реакцию окисления. И сталь, обнаженная сталь, она очень быстро выгорает смазка. Плюс вот эти пары химических присадок, находящихся в составе заряда снарядного, они дают химическую реакцию и роса, выпавшая внутри канала ствола, допустим, рано утром или под утро, утренняя роса, она может тут же дать точечки появления ржавчины. Поэтому после каждой стрельбы артиллеристы пробивают щеткой со смазкой ствол для того, чтобы защитить его от таких коррозийных явлений. Поэтому вот такие вот основные способы. Длина зарядной камеры, правильно так она называется, калибровка ствола и потеря начальной скорости. Вот это три основных составляющих, которые определяют износ канала ствола и пригодность этой гаубицы к введению огня. Вот, наверное, на сегодняшний день все. Не буду больше отнимать вашего внимания. Еще раз приглашаю, подписывайтесь на мой канал. Кому понравилось, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Огромная отдельная благодарность спонсорам и тем, кто помогает канал. Благодаря вашей помощи этот канал существует, я могу записывать эти видео. Ну а мы с вами продолжаем верить в вооруженные силы Украины. Победа будет с нами. Слава Украине!